Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас тема прямого эфира касается судебных процессов. Судебный процесс у нас по делу Матаевых, отца и сына, по делу учителя физики ВАКа. Что их вообще обоих объединяет в этих делах? Непонятная доказательная база, непонятная ситуация с обвинениями и вообще все странности, прелести судебной системы, которые мы наблюдаем уже всего эти 25 лет. Поэтому тот вопрос, который я поднимал в прямом эфире два дня назад по поводу того, что все вот эти безобразия в полиции, в суда, в прокуратуре, они не исчезнут, пока не появится суд 12 присяжных. Американская, англосаксонская система правосудия, в которой 12 обычных граждан, сбираем их вслепую, с возможностью отсечения крайних вариантов двух-трех человек со стороны прокуратуры, двух-трех человек со стороны адвокатуры и сведения числа присяжных до 12, именно такое правосудие способно, независимо от президента, от властей и так далее, независимо от административных и телефонных каких-то влияний на правосудие можно будет в какой-то степени ожидать, надеяться, что все стороны будут выслушаны, аргументы услышаны, подсудимые смогут высказать свою позицию на всех инстанциях и тогда можно будет о чем-то говорить в плане корректности тех или иных обвинений. Пока на сегодняшний день мы видим, что у нас по линии коррупции у нас дело Матаевых идет по коррупционной статье казнократства, ущерб нанесен государственному бюджету, то у нас борьба с коррупцией приобретает какую-то эпизодически выборочную систему борьбы из тысячи людей, по которым идет шум, по всем идет какое-то странное молчание, а из толпы выбирается всех вот этих скандалов вдруг неизвестная пятнышка, которая никогда не фигурировала в скандалах, но именно на него власти стараются обратить внимание и распиарить свою борьбу с коррупцией. Для меня понятно, что слухи, которые идут о том, что Нигматурин является заказчиком данного уголовного дела, они неспроста в том плане, что он пытается сейчас в преддверии вот этой спецоперации по преемнику Нурсултана Абещевича Назарбаева, который возможно хочет уйти и при этом оставив на своем троне, монархическом троне, диктаторском троне, своего верного человека а-ля Путина. И в этой связи сейчас начинается возня, одной из которых представляет Нигматурин, начинается возня между группировками, которые приближены к президенту Назарбаеву, кто будет ближе к трону. Соответственно, здесь орудием борьбы между кланами выступает, конечно же, средства массовой информации, и тут под раздачу попадает Сидказы Матаев и его сын с Кастаком. Кастако это, конечно же, на сегодняшний день мощная группа СМИ, которые, в принципе, могут играть определенную роль в маневрировании, в манипуляциях, во влиянии, в давлении на общественное мнение по тем или иным вопросам, и особенно по вопросу, который будет предтечей спецоперации «Приемник». Кто будет «Приемник» будет решаться, наверное, буквально в последние часы, в последние дни перед уходом, и здесь немаловажную роль играют, конечно же, средства массовой информации, которые играют не только как влияние на общественное мнение самого народа, 17-миллионного Казахстана, но и на влияние, как средства влияния на самого Назарбаева. То есть сегодня Назарбаев тоже ведь в какой-то степени подопытный кролик, которому подсовывают или дозируют ту или иную информацию, он ее читает в тех или иных более-менее официальных органах средств массовой информации, и эти моменты, они все влияют в отношении тех, того состава премика, из которого он выберет в последний момент окончательно человека, который предопределит будущее Казахстана на ближайшие пять лет как минимум. И в этой связи тогда возникает вопрос Нигматуллин, кого пытается убить, кого пытается сместить на обочину информационного пространства через осуждение Матаевых. Кого он видит за спиной Матаевых? И кто на самом деле за спиной Матаевых сегодня? Кого представляют Матаевы? Чью группировку информационную? Какую группу олигархическую он представляет? И вот эта возня, конечно же, с учетом нашей слабости судебной системы, где ничто не зависит от судей прокурора, где зависит от фамилии, который спускает сверху и срок, который спускает сверху. Судебный прокурор уже спускает сверху срока, это мы все понимаем. И вот в этой связи, конечно же, очень актуальный вопрос о том, что делать в будущем, чтобы такого не было в будущем. Это суд присяжных, 12 присяжных, которые будут рассматривать как особо тяжкие преступления, не только по смертной казни и по жизнительной заключения, как сегодня, но и по всем особо тяжким преступлениям, по всем тяжким, по всем средней тяжести и небольшой тяжести преступления, то есть по всем четырем категориям уголовных преступлений, по всем гражданским делам, по всем административным делам, по всем делам, начиная с той группы, которая связана с оппозицией, которая в первую очередь идет под раздачу, репрессии и так далее. Без суда присяжных, к сожалению, какие бы веские обвинения не были, сегодня в общественном мнении у народа сложилось четкое понимание, что верить приговорам обоснованности сегодня ни в коем случае нельзя. Общественное мнение складывается против смертной казни, как бы сейчас именно для введения смертной казни педалируется сегодня провластными средствами массовой информации тема педофилии. Каждый факт педофилии пытается разнести на самый высокий резонанс с отметкой, что нужно вершить смертную казнь, правосудие в высшей категории и так далее. все факты, которые связаны с жестоким преступлением тоже пытаются манипулировать власть для того, чтобы подготовить почву для введения смертной казни. И конечно же смертная казнь под этим соусом будет введена опять же для оппозиции, для ее устрашения активной части населения. Поэтому в этой связи вот такая общая фабула по делу Матаева и точно так же идет по делу Пака. Опять же, если брать саму суть уголовного дела, то до конца непонятно, какова доказательная база, если невооруженным глазом видно, что идет другой голос, идет в этом в аудиозаписи телефонного звонка, который поступил в полицию и который был записан дежурной частью, идет пьяная речь, идет речь несвязная, то есть ли в этой связи вопрос наркотическая, алкогольная зависимость, увлечение алкоголем у учителя физики Пака. Какова связь Пака с ЦУМом? И что вообще в принципе есть косвенного характера, какие есть прямого характера, какая есть предыстория, бэкграунд у Пака в отношении предыдущих каких-либо случаев, которые наводят на то, что это характерно для него. Почему такая разница между хронометражем времени? Если детализация телефонного звонка идет одно время, меньше минуты, а по разговору в полиции там идет свыше шести минут и так далее. То есть конечно же вопрос в первую очередь экспертно-технический. Насколько соответствуют квалификации экспертов? Проводилась ли она вообще? Обосновывались свои позиции эксперты на судебных свиданиях? Где вот эти выкладки экспертные в своей защите по вопросам адвокатов и защиты? Если дела резонансные, на то и суд открытый, чтобы полиция, прокуратура глушила все резонансные дела своей открытостью? Где пресс-конференции органов расследования до суда? Где пресс-конференция прокуратуры во время суда? Какие-то пояснения, комментарии к каждому судебному свиданию? И в том числе я не говорю об адвокатуре. Где пояснение идет со стороны суда после приговора для разъяснения по УПК? Суд обязан в таких случаях разъяснять свою позицию, свою юридическую составляющую приговора по ее обоснованию и так далее. С другой стороны возникает вопрос к адвокатам, где альтернативная экспертиза специалистов? Как известно по УПК, по закону об экспертизе, адвокаты давно уже и обладают правом прямого обращения в институт судебной экспертизы в Алмате или в областные лаборатории судебной экспертизы, где есть специалисты по звукам, по голосам, по идентификации личности, по голосам и так далее. Если нет специалистов в данном городе, где проходит судебный процесс, то где эксперты в других городах, которых можно было бы пригласить, нанять и пригласить потом на судебное свидание, чтобы они могли опровергнуть первую, главную, официальную экспертизу и так далее. Я понимаю, что у нас судебная система недоразвитая, но тем не менее, даже в этих условиях надо делать все возможное. Сейчас вопрос переносится на апелляцию. Несомненно, стороны защиты будут переводить дело в оппозицию, но резонанс-то уже разнесся на всю страну и в этой связи, конечно же, оставляет желать лучшего позиция суда, прокуратуры, органов расследования и вообще высших чиновников, как министра МВД Кулумхамеда Касымова, генерального прокурора Осанова, которые должны были по таким резонансным делам обязаны выходить на брифинги и четко пояснять свою позицию, демонстрируют какие-то улики, вещественные доказательства и тем самым глушить по собственной дурости данные высшие чиновники либо из-за высокомерия к общественному мнению этого ничего не делают и поэтому идет игнорирование общественного мнения, но это их воля, во всяком случае у народа и у оппозиции складывается четкое понимание, что так жить больше нельзя. Такая система должна быть снесена бульдозером, трактором, здесь должна появиться новая власть, которому доверяет народ, должна появиться судебная система, которому доверяет народ, которая их состоит из народа, как из 12 присяжных. Поэтому все вот это как по Матаевым, как по делу Пака, очевидно, что судебная реформа Назарбаева, она зашла в тупик. Вот такую равнодушие Назарбаева и его министров, и его чиновников на всех уровнях к резонансным делам и нежелания каким-либо образом пытаться хотя бы обосновать пусть задним числом. Все это говорит о том, что конец их собственный конец, конец их карьере, конец их судебно-правовой системе. В целом государственности республики монархического типа ей скоро идет конец, потому что общественность, народ не понимает такие приговора, не понимает такие судебные процессы, не понимает оголтелость обвинения и доказательной базы. Поэтому в конце концов они, если хотят Назарбаев получить революцию, они ее и получат. Революцию делают не оппозиция, революция на сегодняшний день делает монархическая система Назарбаева. Она провоцирует каждым своим приговором, каждым своим беспредельным шагом и так далее. Опять же, здесь нельзя не коснуться вопроса, который идет по судебному процессу, связанному с Максом и Толгатом в Атрау. Сегодня именно от Атрауцев очень многое зависит. То, что они сделали 24 апреля, налагает на них особую ответственность за дальнейшее развитие демократии, в стране. Сегодня перед ними прежде всего минимум на 50-70%, остальное зависит от голоса других патриотов в других регионах, от голоса правозащитников, которые пытаются достучаться до международного сообщества в Евросоюзе, в Америке, в комиссии по правам человека, организации объединенных наций, но массовый выход народа перед зданием суда, защитить тех людей, которые помогли 24 апреля поверить Атраусам, что народ это сила, что именно от народа многое зависит, именно народ создал земельную комиссию, а не болтовня Тайжана, именно народ Атрау подвигнул актюбинцев, уральцев, семиплатницев и других, жанаузенцев, выйти на площадя, поверить в себя, что можно без полиции, без репрессии выходить, и если сегодня народ не может защитить Макс и Талгата, то Атраусам остается только винить себя, сегодня возникает скандал в связи с тем, что порядка 235 человек выступают по делу Макс и Талгата как свидетели, ясная масса это Атраусы, поэтому ребята в Атрау, что там у вас творится, вы эти вещи пытаетесь открывать, каждый, кто был свидетелем, должен выйти в эфир, рассказать, что было на этих допросах, что у него спрашивали и что он отвечал, иначе получится так, что у нас мы увидим кучу лжесвидетелей и кучу лжесвидетельств против героев, против батыров, Иссатай и Мухаммеды, они не исчезли, Мухаммеды и Иссатай это сегодня Макси Талгат и если как в те века мы не смогли поддержать Мухаммеда и Иссатая, то это вина на казахском народе и сегодня казахский народ должен обязан защитить Макси Талгата. Вопрос по Ринату Кибраеву, там то, что информация проходит, что он что-то говорил по Максу Талгата, его необходимо обязательно через адвокатов затребовать заранее до суда и требовать чтобы его вывезли в суд в Атарау и представили открытому суду чтобы он мог сказать свою позицию и возможно сказать о том давлении которое производилось непосредственно на него во время следствия через шантаж связанные с осуждением его жены беременной жены Сайран вот такие выкручивания они характерны для сволочей сегодня сволочная судебная система пытается Матаевых закрутить через связь отца и сына сыну говорить давай мы отца отпустим ты признавайся в своей вине отец признавайся в своей вине иначе мы твоего сына засудим Ринат признавай все что угодно что мы захотим только мы только ради жены то есть вот такие выкручивания они в принципе ни к чему хорошему они не приводят вот такая бандитская практика поэтому вот такая судебная система когда мы придем к власти вы все должны понимать что без суда 12 присяжных судебную систему никак не отремонтировать никак не реформировать и полицию тоже никак не отремонтировать никакая смена патрульно-постовых на новых постовых никакие стеклянные офисы не решат полицейские проблемы проблемы полиции безопасности в стране без введения суда присяжных по всем судебным делам по всем уголовным по всем административным и гражданским делам да шарипа тулигин говорит листовки с фактами распространять плакаты да ребята никто не пробовал на сегодняшний день использовать плакаты и листовки которые связаны с простейшими фактами говорящими по делу Макса Талгата или Матаева или Пака или других казуистик судебной системы на самом деле информационные листовки это хорошая возможность для того чтобы в конце листовки если использовать еще и телефоны то это хорошая возможность находить патриотов которые не могут друг друга даже внутри одного города внутри улицы друг друга находить и видеть поэтому надо использовать любые возможности вас не посадят на 15 суток за информационные листовки которых ничего призывающего там беспорядком к массовым нету надо идти на это надо идти на одиночные пикеты каждый день у суда в городе отрау даже если суда нету даже если еще процесс еще не начался надо привлекать внимание к этому судебному процессу с протестом против произвола особенно на примере судов которые у нас идут по матаевым и паку конечно же для для макси толгата гораздо больше угроза представляет вот эти судебные системы потому что лично назарбаев боится потерять свою власть поэтому мы должны знать что сегодня процесс макси толгата это процесс обиженного испуганного назарбаева который не хочет повторения красивых зрелищных мощных массовых культурных чистых от разбития витрин от хулиганских выдох выходов огромного мероприятия где народ выражает свою точку зрения и защита макси толгата это защита всего казахского народа защита его права на свободу и на будущее поэтому все зависит от нас от казахов уян казах уян уян дар казахтар поэтому ребята от раусы многое зависит именно от вас на 50 на 70 процентов поддержите ребят осель нургазиеву поддержите западных казахов и сатая утепова поддержите всех ребят которые там пытаются привлечь внимание общественности и народа поднимайтесь ребята следующий вопрос у меня касается сегодняшнего приезда путина в казахстан и неожиданного какого-то идиотского нового заявления на султана назарбаева который связан с тем что нужно продавать казахские предприятия казахскую экономику казахские отрасли и приглашение в скупке всего этого с аукционов и так далее российским бизнесом как государственными корпорациями то есть по сути правительством и президентом путиным лично так и частным бизнесом понимаете вообще с точки зрения национальной безопасности продавать какие-либо тем более важные предприятия отрасли экономику своим соседям это величайшая глупость и к сожалению в кнб сидят на сегодня на самом деле на самом верху предатели и некому в кнб или в прокуратуре или в парламенте как кому-либо подсказать президенту назарбаеву что продажи предприятий тем более крупных национальных стратегических предприятий каких-либо секторов в экономике это национальное предательство это предательство сравнимое с передачей танков и военных секретов противнику на фронте а еще больше групп глупостью является продажа предприятий тому соседу который объективно связан с вопросом сепаратизма туркмене при всем том что она является соседом казахстана она не имеет этнических групп туркменов на территории казахстана которые бы претендовали грозили бы сепаратизма такой же вопрос такой же вопросу у нас нету по киргизам а такого же вопроса нет у нас с морским союзник соседом азербайджаном дагестаном ираном у нас нет таких проблем у нас нет их диаспор у нас по большому счету нету и даже с китайцами у нас нет китайский диаспор пока что но назарбаев обещает обещает создать такую диаспору большую но на сегодняшний день мы имеем такую диаспору с россией и только последний дурак последний лох неграмотный или осознанный предатель за деньги или не знаю за какие ценности будет предлагать россии от которой мы не знаем как уберечься от которой мы не знаем как уйти от опасной зависимости военно-технической области военно-оборонных вопросах вопросах техники боевой запчастях военных в стратегических отраслях и так далее так далее в приграничных зонах так и вообще во всех стратегических отраслях не знаем как уйти от россии а тут назарбаев бац предлагает россии скупать все что можно и все что нельзя в ктж астана во всех кастелеком и так далее так далее во всех отраслях все что назарбаев сейчас хочет избавиться продать и все она по его словам может достаться и должно достаться россиян ну большего безумия с любой точки зрения с экономической и так далее нету как вот посмотрите сейчас даже логически много ли выиграет назарбаев от этих денег сегодня назарбаев продает эти предприятия в тот момент когда они убыточны в тот момент когда у них рыночная цена сведена к нулю когда он продает их какую цену предложит покупатель в этом случае они предложат нулевую или минусовую стоимость могут предложить давайте мы берем даром и мы когда-нибудь вам предложим инвестиции лишь бы они зато его они у вас не будет тратить государственный бюджет на содержание тех или иных предприятий то есть по большому счету сегодня покупка россии тех или иных отраслей в казахстане обойдется в копейки понимаете сегодня президент продает бесплатно отрасли участки экономики любой дурак скажет вам что киоск или магазин необходимо продавать на пике когда идет пик цен тогда не нужно продавать а если ты не можешь продавать продать за высокую цену пытаясь ее максимальным образом уменьшить инвестиции расходы на данное предприятие полка в полу консервированном виде и когда придет цена придет рынок инвестиций и так далее придет оживление экономики то ты в этот момент и избавляешься от нее в крайнем случае тогда так сегодня ее россиянам нельзя даже продавать не то что бесплатно ее нельзя россиянам продавать даже за максимальную цену ты ее лучше продай украинцам белорусам продай ее грузинам продай ее америки продай ее сингапуру но не продавай ближайшему не продавай соседям тем более которые связаны с сепаратизмом это такие простые истины что я не знаю о чем можно говорить почему политологи оппозиционеры деятели общественности экономисты предприниматели бизнесмены почему они обо всем этом молчат это такие азбучные истины ну давайте представим с другой стороны скупили отрасли и так далее когда пойдет вопрос по сепаратизму и пойдет вопрос по донбассу не дай бог у нас там на севере казахстана как не было так и нет до сих пор 10 дивизий нам нечем оборонять нашу задницу мы всю оборону распределили на китай на узбейское направление а на российское направление почему мы не его не закрываем и теперь в этих условиях вот в этом регионе в северном казахстане будет куча граждан которые наряду с казахстанским гражданством имеют еще и российское гражданство и это не секрет и когда вводились войска в грузию в абхазию в южную осетию какова была мотивация предлог мы хотим говорили в москве защитить российских граждан точно также будет вопрос стоять и в северном казахстане мы хотим защитить российских граждан которых оскорбляют якобы по языку или вот хулиганские выходки кого-то избили а теперь представьте еще и дополнительную мотивацию десятки и сотни российских корпораций будут скупать те или иные предприятия и граждане казахстана будут работать на российских предприятиях и будут выполнять те или иные госпланы россии или те инвестиционные планы российских корпораций и так далее и будут соответствовать больше российским стандартам и российскому законодательству у нас будет такая же ситуация как на байконуре вы помните что на На Байконуре творится. Там даже российские школы, ничего не соблюдающие казахстанского законодательства, российские больницы, российская инфраструктура, чуть ли не российская полиция, где в учебниках наш Назарбаев, светлоликий, который любит упоминание о себе по поводу и без поводу, во всех этих учебниках упоминается президентом не Назарбаев, а Путин, то есть мы создадим экономическую составляющую сепаратизма, то есть повода, оснований для введения войск России в Северный Казахстан будет более чем достаточно. Чего добивается Назарбаев? Если Назарбаев хочет после своей отставки получить какую-нибудь пожизненную дачу в Подмосковье, то тогда вопрос понятен. Если он думает о национальных интересах, то он глупый человек. Если он хочет продавать свои национальные интересы Казахстана за большие золотые монеты, то тогда необходимо ставить быстрейшим вопросом его свержение через мирную революцию, потому что все законные варианты по его уходу из власти путем честных выборов у народа отсутствуют. Честных судов, например, Матаевых, Талгата Макса и Бака и других, у народа нету. Защититься нечем. Полиция везде свирепствует. При этом моральный облик полицейских по писающему полицейскому, или по ожиревшим, или по валящимся в канаве полицейским, мы все это видим. В общем, моральный облик всей полиции, всех судей, прокуроров, министров, он начинается с морального облика президента. И то, что мы видим сегодня, это итог всей вот этой вакханалии, разложения, морального разложения, в первую очередь. Где для Назарбаева продать национальное достояние маленького размера, среднего или большого размера не представляет никакого вопроса морального. Он может это продать. Поэтому в этих случаях, вот у меня позиция такая, мы не должны сегодня позволять Назарбаеву заявлять громогласно, а не втихую. Он уже такой сип не обнаглел, что он уже громогласно говорит о том, что ребята, продавайте, покупайте казахскую собственность, предприятия, отрасли на глазах у всего казахского народа. Он знает, он почему-то уверен, что казахи смолчат. Грош цена нам, как казахам. Грош цена наследникам великой кочевой цивилизации, которые оружие из рук не выпускали никогда. Которые гордились своей воинственностью, своей гордостью, гордились тем, что соседи нас боялись и уважали. А сегодня нас не уважает Назарбаев за то, что мы не можем даже пискнуть по самым маленьким вопросам, не говоря о больших. Так что так, мы или рабы, или мы наследники кочевой цивилизации, великой цивилизации. Цивилизации, которая когда-то завоевала весь мир. Цивилизации, которая гордилась тем, что ее уважали, что она была самодостаточна, что она не боялась своих ханов. Что тогда бии за свою храбрость ценились больше, чем батыры. К сожалению, роль сегодняшних биев, которые говорят прямо в лицо хану, выполняет представитель оппозиции. Сегодня из них половина находится в тюрьмах. Во многом благодаря тому, что во время судов народ сидел молча на своих диванах и на кухнях обсуждал те или иные вопросы. Все зависит от вас. Пожалуйста, если вы думаете о самоуважении, каждый из вас должен выйти на одиночные пикеты. А поводов хватает. Поводов хватает, когда частный астанин выйдет на митинги, выходите на митинги. Приходите в зал заседаний. Не проходите мимо. Высказывайте свою позицию. Пишите комментарии, но этого мало. Пишите посты, но этого мало. Говорите об этом в аудио и видео заявлениях. Этого мало. Говорите в прямых эфирах. Поэтому сегодня вы должны быть, каждый из вас, оратором на митингах. Сегодня вы должны громогласно говорить на пикетах свою позицию и раздавать интервью с критикой властей. Иначе то, что сегодня происходит, будет на вашей совести. И вам будет стыдно смотреть в глаза вашим внукам. Оянхаза! Продолжение следует...